Можно ли пометить вершины правильного 45 угольника цифрами от 0 до 9, чтобы для каждой пары различных цифр нашлась сторона, концы которой помечены этими цифрами. Так, господа, конечно, рисовать только пятиугольник – это издевательство. Поэтому мы будем абстрактно представить его. Сейчас мы просто себе резко облегчим задачу. Во-первых, знаете ли вы, что такое число 45 для числа 9? Это признак делимости на 5. Давайте, что такое. Сколько будет 1, 2, 2, 3, сколько до 9? Восемьдесят пять. Кто-нибудь знает? Сорок пять. На самом деле, в задаче число 45 взято не случайно. И вот давайте мы сейчас число 9 заменим на какие-нибудь числа поменьше. Например, число 9 заменяем на цифру 1. Можно ли пометить числами 0, 1 и 2 вершины 1 и 2, это так и угольник? 3. Вершины. Вершины треугольника, чтобы для каждых двух разных цифр, из цифр 0 и 2, нашлась бы страна так поменьше. Как вы считаете, можно или нельзя? Давайте подумайте. Можно. Покажите, как. 1 плюс 2 это 3, да? Да. Можете вообще нарисовать треугольник? Да. Ну, нарисуйте. Ну, нарисуйте. Ну, как бы логично. Мы просто берем его. Вот так. Раз, два, три. Пометить вершины треугольника цифрами 0, 1 и 2. Можете пометить или нет? Да. Так пометьте на доске. Решивать треугольник цифрами? Да. Да, быстрее. 0, 1 и 2? Да. Понимаете ли вы, что для любых двух разных цифр есть сторона помеченная так? Да. Так, отлично. Вот мы решили задачу для числа 2. Теперь давайте для числа 3. 0, 1, 2, 3. Это квадрат будет. Нет, не квадрат будет. Ну или четырехугольник. 1 плюс 2 плюс 3. Слышите? Это шестиугольник. Значит надо рисовать. Сколько угольник? Шестиугольник. 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 И вот теперь вопрос. Можно ли его вершиной пометить 0, 1, 2, 3? Нет. Нет, нельзя. Почему? Потому что у нас всего цифра 4, а углов 6. Да. И что? И 6 не делится на 4. Да. То есть идея такая. У вас нельзя каждому из всех по дворам. Правильно? Да. То есть какого-то из них придется писать только один раз. Да. А если вы написали один раз, например двойку написали один раз, то тогда рядышком с ней конечно две цифры можно, а что делать с третьей? Что это точка 45? Это количество способов составить пару цифр. Объясняю. Бывает 9,0, 9,1, 9,2 и так далее, 9,8. Сколько здесь всего чисел? От 0 до 8,9, да? Бывает 8,0, 8,1, 8,2 и так далее, 8,7. Здесь сколько чисел? 8. Здесь 9 чисел, здесь 8. Понимаете, что в таких вот числах будет... Перебор. Будет 7. Правильно? И так далее. Когда вы складываете 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, какой получается результат? 45. А? 45. Вот поэтому 45 и написано. То есть все возможные пары, да? Все возможные 45 пар. Так вот, я тогда сказал, а давайте решим задачу для меньших чисел. Что такое? Скажем, цифры 0,1,2. Одно удовольствие. Пар 3 штуки, где вот так вот пишем в виде треугольника все включается. Правда? Если цифры 0,1,2,3, тогда пар 6 штук. Пар 6 штук. Если цифры от 0 до 4, тогда нужно 10. Так, ребята, довольно быстрое количество растет. Поэтому давайте я иду дальше. Скажите, здесь расставить можно? Нет. Ну, по-моему, 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 по-моему. А, в первую очередь, я не все цифры написал, то есть двойко с нулём ещё не встретилась. Но если я в какое-нибудь другое место напишу двойку, то здесь соседок говорит 2, а нам нужно написать только 0. и непонятный жидкость. Правильно? Да. Вот. Так, а здесь, когда от 0 до 4, здесь что? Да. Сможем они? Да. Сможем. А как? И какое это имеет отношение к рейлеровым путём? А ещё раз, по какому принципу расставляем? Чтобы каждая цифра с каждой другой рядом встретилась ровно один раз. Ну, давайте вы пытаетесь поставить. Так что нарисуйте десятиугольними и поставьте цифры в чёртую сал. Давайте проверить. Ну, надо просто по каждой цифре. 0 встречается с единицей тройкой, с двойкой с четвёртой. Хорошо. Единица с нулём и двойкой с тройкой четвёртой. Тройка два четыре, ноль один. Четвёртка два три. Получилось? Теперь вопрос. Понимаете ли вы, какое имеет отношение к рейлерным циклам? Знаешь, что надо, я знаю, что сделать. А на самом деле очень простой. Представьте теперь наши пять цифр. Вот они есть. Неважно, как хотите видеть пятиугольник, любым образом. Вот эти цифры. Давайте соединим их отрезки. И посмотрим, что будет происходить, если идти так, как она нам сказала. Смотрите. Видите? Движимость по числам из пятерки от нуля. Ноль один. Видите? После единицы два. Видите? После двойки что? Три. После тройки четыре. После четвёрки куда она пошла? В два. После двойки в ноль. После нуля в четвёрку. После четвёрки в единицу. Из единицы пошла в тройку. А из тройки в ноль. Вы понимаете, что реально произошло? Прошли. А? Прошли. Прошли. Мы прошли в рах. Вы прошли в рах. Мы прошли по всем рамкам по одному раху. А теперь поймите, что в этой задаче. Ответ можно или ответ нельзя? Сорока пятиугольник. Цифры от нуля до девяти. Ну, вроде как. Возьмём, например, цифры ноль. Да. И они уже слились с каждым по одному разу. С каждой из цифр от одного до девяти по одному разу, да? Ну, так как их это ничёное количество, то ноль сходят в цифру 32. А когда вы пишете цифру, то сразу две соседи. Да. А девять на два и на десять. Отлично? Так, все поняли, что он решил этот счёт? Да. Поняла? Отлично. Ребята, сейчас я меняю. Одну цифру убираю. Цифры будут от нуля до восьми. Ну, и не сорока пятиугольник, а, соответственно, тридцатишки. Ну, меньше, да? Шелосочетание здесь. Девяти по двое – тридцать шесть. Пару цифр. Всего тридцать шесть. Ну, так просто. Скажите, пожалуйста. Теперь можно или нет? Ну, конечно, можно тоже попросить кого-нибудь и нарисовать тридцатишки на угольнику, там оставить. Но, может быть, есть какой-то способ заранее. Да. Можно также представить себе граф и так, ну, всё о девять, то из-за того будет находиться в восемь. Молодец. Молодец. Надо представить себе полный граф на девяти вершинах. То есть, что это такое? Вершины – это будут цифры от нуля до восьми. Каждая из них, ну, например, цифра три, соединена со всеми остальными. Это значит, сколько из неё выходит рёбер? Восемь. Восемь штук. А восемь числа чётных. Да. А если у вас есть граф, в котором из каждой вершины выходит чётное число рёбер, ну, разумеется, связанное. Да, каждая вершина связанная, совсем связанная. В математике у него даже есть специальное значение. К – восемь. Полный граф. Ну, почему восемь? Девять. Девять. У меня цифра от нуля до восьми. К – девять. Полный граф на девяти вершинах. Степень каждой вершины равна восьми. Всё понятно? Чётное число. А значит, по теореме Эйлера такой маршрут существует. Да. Всё. Значит, я не обязан даже рисовать стишеские угольники. И давайте поймём. А для произвольного n какая будет ситуация? В каком случае, если вы возьмёте n цифру, в каком случае можно, в каком нельзя? Да. Да. Если n будет нечётное, то можно, если чётное, то нельзя. Абсолютно верно. Почему? Потому что вот в такой графе из каждой вершины выходит n минус один отрезок. Ну, во все остальные. Да? И значит, если это число чётное, то всё хорошо. Понятно? Ну, если ничё, то ничё плохо. Ну, иначе.